В период с 22 по 24 апреля в Абхазии произошло 4 крупных пожара. В результате один человек погиб. Возгорания имели место в Гудауте, Гагре, Сухуми и Гулерибском районе. Самая сложная ситуация сложилась на гудаутской табачной фабрике, где огонь практически уничтожил один из цехов. Во всем порядку в репортаже Ливона Галустяна. Серия крупных пожаров прокатилась по Абхазии в конце прошлой недели. Друг за другом загорелись. Гудаутский табачный завод, спортивный зал бывшего университетского здания в Сухуми, родильное отделение Пригагарска района больницы и, наконец, частный дом в Гулерибском селе Барьял. Самым сложным было возгорание в Гудауте. Оно произошло вечером 22 апреля. Первым огонь обнаружил старший механик, о происшествии он сразу сообщил в диспетчерскую пожарно-спасательной части. Гудаутский табачный завод все последние годы не работал. Закрыт был и цех ферментации, где находился очаг. По версии огнеборцев, именно здесь началось возгорание. Именно отсюда оно перекинулось на другие помещения. Пожар грозил объять все здания, но сотрудникам УЧС Абхазии удалось отсечь горящий корпус. В итоге пламя не тронуло электроподстанцию и многочисленные пристройки. Но самое важное – был спасен архив предприятия. Великим трудом! С окна все швырялись! На месте происшествия работали все три расчета районной пожарно-спасательной части. В помощь гудаутским огнеборцам были приданы по две бригады из Сухума и близлежащей российской военной базы. Совместными усилиями удалось предотвратить расширение площади возгорания. В результате пожара никто не пострадал. Зато цех ферментации выгорел полностью. Поступил вызов на скорую помощь, что горит здание табачной фабрики. Бригада скорой помощи выехала на место. Слава богу, нет пострадавших. Вслед за пожаром на гудаутском табачном заводе 23 апреля утром загорелся заброшенный спортзал бывшего здания университета по улице Дзидзаря в Сухуме. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Начавшись на втором этаже, огонь быстро охватил весь корпус и грозил перекинуться на соседние помещения. Между тем рядом находятся Госархив и Сухумский открытый институт. Благодаря усилиям сотрудников УЧС эти объекты не пострадали. Причину пожара в спортзале должны установить следователи. Они уже приступили к работе на месте происшествия. А вот что привело к возгоранию в родильном отделении Гагарской больницы уже известно. Это короткое замыкание. Заметив дым, врачи сразу позвонили в 0-1. Благодаря такой оперативности прибывшие огнеборцы быстро справились со своей задачей. На минувшей неделе горели не только гособъекты, но и частные дома. 24 апреля в результате пожара погибла пожилая жительница села Бориал Гулеримского района. Жертвой возгорания стала гражданка Гущина. Другие данные сейчас устанавливаются. Львов Гаустян, Абаза ТВ.